Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Здравствуйте, уважаемые садоводы и овощеводы, и огородники. Я вас приветствую, меня зовут Русский Хван. В этом видео я хочу вам рассказать о главном правиле защиты томатов от фитофтороза. Я специально делаю этот ролик как бы не до, а после уже как бы сезона выращивания томатов, особенно открытого грунта, где от фитофтороза. В Республике Беларусь они страдают в первую очередь томаты от фитофтороза, от болезней разных тоже, все-таки климат неустойчивый и так далее. Нахожусь я в Минске, здесь у нас осенью и постоянные дожди, и летом, в конце лета были дожди. Это не какой-то мой участок в Дятловском районе, где полтора месяца дождей не было, да. Здесь было фитофтору удержать очень-очень сложно. Вся погода способствовала тому, что фитофтора будет развиваться. Но как вы можете видеть, у меня стоят абсолютно чистые томаты. Вон кукуруза уже кое-где, початки созревают, да. Вы можете привязаться, так сказать, даже календарным сроком, чтобы вам это все показать. Уже другие томаты уже все давным-давно у многих съедены фитофторой. Здесь фитофторы нет. Я вам открою секрет, что здесь у нас не было ни одной обработки. То есть от слова вообще. Вообще ни одной обработки не было. Ничем, ни сыворотками, ни дрожжем. То есть вообще ничем. В чем же дело, почему здесь нет фитофторы? Ответ очень простой. Потому что этот участок очень хорошо изолирован кукурузой от картофеля. Посадки картофеля у нас есть. Но они находятся буквально в 50-60 метрах отсюда. Это достаточно близко. Вот это свидетельствует о важности кулисных посадок, в первую очередь из кукурузы, вокруг томата. Когда вы выращиваете томат, очень важно изолировать его от картофеля. Это условие номер один. Отсутствие фитофтороза на вашем участке у томатов. Если вы выращиваете томат в открытом грунте, обязательно с четырех сторон, ну, по крайней мере, ну, вот у меня с одной стороны, но здесь тоже передо мной картофеля больше нет, он в одной, одна локация. Или хотя бы со стороны локации картофеля посадите 3-4 ряда кукурузы для того, чтобы она создала вам стену, которая будет защищать томаты от полевых частиц, которые летят с посадок картофеля и несут на себе фитофтороз. И в этом случае вы вообще можете обойтись без единой обработки. И у вас будут здоровые, вкусные, крупные, замечательные томаты вообще без единой болезни. Тут вообще ничего нету, никаких болезней нету абсолютно без единой обработки. Воспользуйтесь этим советом в будущем сезоне. Вот это их кулисы. Кулисы хотя бы со стороны картофеля, с подветренной стороны. Ну, не посадите же вы примерно с четырех сторон, потому что тень же будет, а надо, чтобы все-таки инсоляция была. Солнышко томаты любят. Но хотя бы с одной-двухсторонной, более подветренной и со стороны, где больше всего картофеля растет, посадите эти кулисы. Это будет прекрасной защитой томата от этого опасного заболевания. Без химии, без обработок, без каких-то танцев с бубнами, без куркумы, без остальных способов защиты. У вас будут чистенькие, красивые томаты. На этом я прощаюсь с вами. Запомните это правило. И до новых встреч.